В эфире канала Тюменское время новости спорта. В студии Максим Яковлев. Здравствуйте. Бывший форвард мини-футбольного клуба Тюмень Феррао второй год подряд признается лучшим игроком мира по версии известного сайта Фудзал Пленет. Основная борьба за победу в этой номинации развернулась между двумя игроками Барселоны. Испанцем Серихио Лосано и бразильцем Феррао. Экс-тюменец, набрав 717 баллов, уверенно выиграл этот спор. В активе Лосано 499 очков. Феррао выступал за мини-футбольный клуб Тюмень на протяжении трех с половиной сезонов. За это время нападающий забил 108 мячей, проведя 86 матчей в чемпионате России. Воспитанник Сургутской школы мини-футбола Артем Ниязов, сейчас выступающий за московский КПРФ, стал лучшим из россиян. В этом рейтинге он занял 9 место. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Перед заключительным туром регулярного чемпионата высшей лиги А волейболисты Тюмени попали в сложную ситуацию. Мало того, что попадание в плей-офф гарантировали исключительно победы в двух матчах против сильных оппонентов, в дело вмешались еще и кадровые проблемы. Сибиряки приехали на тур в Магнитогорск без двух основных игроков. Евгения Баннова и Дмитрия Емельянова. А в ситуации, когда команда понесла значительные потери в исполнительском мастерстве, на первый план в каждом матче должен выходить настрой и боевой дух. Мысли были одни. Ехать и биться до конца. Потому что это не в наших правилах складывать оружие до боя. Поэтому, конечно, мы понимали, что будет тяжело. Конечно, мы понимали, что соперник ждет нас очень серьезный, который тоже решает свои задачи. Но, положа руку на сердце, не было такого настроения, что типа, вот мы едем туда, и у нас там все будет плохо, и ничего не получится. Ребятам спасибо большое, что они тоже в эту ситуацию как бы вошли и на полном серьезе восприняли, ну, те кадровые проблемы, которые у нас в команде случились. Просто бились друг за друга, что и принесло такой результат. Особенно непросто в такой ситуации пришлось связующему тюменцев Василию Арбузову. По ходу сезона на площадке он появлялся лишь эпизодически. И кто бы тогда мог подумать, что в ключевых матчах именно на него будет сделана основная ставка. И обрушится максимальная нагрузка. Играть Василий был вынужден без возможности замены. Во-первых, мне помогала команда очень сильно. Они поддерживали меня. И тренер сказал, что не переживай, все нормально будет. Показывай свою игру, и результат будет хороший. Первым соперником тюменцев стал локомотив «Изумруд» из Екатеринбурга. Вторая команда по итогам предварительного этапа с крепким составом и серьезными задачами. Но все эти козыри тюменцы побили максимальным боевым настроем и качественной, выверенной и практически безошибочной игрой. Они буквально не дали железнодорожникам поднять головы. 3-0 чуть более, чем за час. Более уверенный шаг по направлению плей-офф. Как-то все так сложилось именно, что с первого мяча каждый отдавался полностью, 100%. Падали, гробились, я не знаю, сложные мячи доставали, забивали сложные, очень дружно сыграли. Я считаю, что вот именно тем, что какое-то сплочение произошло, в связи с тем, что дальше отступать некуда, это и помогло нам. Все решилось в заключительном матче тура. Играть против хозяев, которые тоже были мотивированы борьбой за третье место, не самая простая задача. Матч против магнитогорцев получился куда более сложным и эмоциональным. Но главное – его итог. 3-1 в пользу Тюмени, которая сумела таки заскочить на подножку уходящего поезда. Удалось все полностью, даже больше. Те розыгрыши, те мячи, которые мы доставали в защите, та самоотверженность, та самоотдача, которая была в игре. Конечно, каждый тренер, наверное, хочет видеть свою команду каждый день. Но еще раз повторюсь, здорово, что это получилось именно на этом туре, именно в той игре, которая нам была необходима. И еще раз благодарность большая игрокам. Соперником сибиряков по раунду плей-офф станет столичный МГТУ, финишировавший вторым в зоне Запад. На кону в этом противостоянии выход в финал шести. Серия продлится до двух побед. Первый матч в Москве намечен уже на 30 января. Второе место в той зоне, наверное, само о себе говорит. Опытный связующий, который прошел через Суперлигу, который действительно обладает определенным мастерством. Поэтому, то есть тот же Макар Бестужев, который был в Суперлиге. То есть ребята все на слуху, они как бы уже и с регалиями, они уже и поигравшие. Поэтому, что говорить-то нам-то терять-то нечего, и отступать некуда. Мы будем биться за победу, раз мы себе сами создали эти проблемы, в кавычках, будем их решать. Это хорошая команда, которые есть опытные игроки, но мы тоже будем стараться. Главное – показать свой уровень, и все будет, я уверен, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И представительницы Московской области Марии Новолодской. Они показали результат 4 минуты 27,261 секунды, что соответствует мастерскому нормативу. А по треку их квартет мчался со средней скоростью 53,93 километра в час. Серебряные призеры, представлявшие город на Неве и Свердловскую область, уступили победительницам почти 10 секунд. Старты в рамках Кубка страны завершатся 30 января. Как привлечь жителей Тюмени к систематическим занятиям спортом? Специалисты городского ведомства решили, что лучшего способа, чем доставить физкультуру на производство, трудно представить. Начали с АЗОВ. В прямом смысле. Первое занятие оздоровительного проекта состоялось в детском саду. Спортивные волонтеры провели короткую зарядку для сотрудников дошкольного образовательного учреждения под номером 50 на свежем воздухе. Все по науке. Участникам физкультурного проекта предложили выполнить несложные упражнения. Ведь даже такая легкая ежедневная нагрузка, не более 10-15 минут, способна снизить риски возникновения недугов и повысить работоспособность. У нас достаточно подвижный образ жизни ведется среди педагогов в основном. Поэтому мы это встречаем только с энтузиазмом. Для нас это важно. Мы хотим быть здоровыми, крепкими и выносливыми. Мы за здоровый образ жизни. Конечно же, это такой грандиозный, наверное, проект, как говорили, да, вот что. Все забытое старое, но оно сейчас новое. И поэтому мы рады, что нас приняли в этот проект и мы будем сотрудничать. Инициатором проекта выступил городской департамент по спорту и молодежной политике при поддержке Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Занятия гимнастикой в организациях и на предприятиях проводят теоретически подкованные студенты этого учреждения. Проект рассчитан как для очной реализации, так и в дистанционном формате. Поэтому, если мы понимаем, что наши спортивные волонтеры в силу объективных причин не могут зайти в организации предприятия, то предлагаем сотрудникам на системной основе выполнять комплексы упражнений согласно видеоурокам, которые на сегодняшний день уже подготовлены. Сотрудничество городского департамента и детского сада номер 50 не случайно. Обе организации уже имеют совместный положительный опыт работы. Наши дошкольники принимают активное участие во всех мероприятиях, которые предлагает департамент по спорту. Ну и также участвуют и наши педагоги, когда есть возможность. Ну а с проектом мы, конечно, познакомились на сайте департамента по спорту и с ними связались. И, конечно, и они были рады, и мы были рады присоединиться к этому проекту. Преподаватели и студенты колледжа разработали сразу несколько комплексов упражнений с учетом специфики занятости того или иного работника на производстве. И более того, для различных специальностей, то есть если мы понимаем, что, к примеру, сотрудник бухгалтерии, для сотрудников одних специальностей мы можем применить один комплекс упражнений, то для других направлений мы предлагаем другой комплекс упражнений. Они направлены на повышение двигательной активности, направлены на различные группы мышц. Интенсивность и точность выполнения упражнений не играют первостепенную роль. Достаточно своим примером заразить ближайшего партнера. А далее должна сработать цепная реакция. Мы же без инструктора, конечно же, нет, нам не тяжело. Это наш образ жизни. Для меня это тоже достаточно легко, потому как я работаю в детском саду с детьми и со взрослыми. Это подвижный образ жизни, не сидячий. Поэтому достаточно легко. ГТО в Тюмени Будь ГТО. ГТО – это модно. ГТО – это круто. ГТО – это стиль жизни. ГТО – это твой шанс. Будь в тренде. Будь с нами. Подтянись к движению. Докажи, что ты можешь. Гордись собой. Наставь свой личный руковод. Мы с ГТО. Мы в движении. А ты! Подтянись к движению. Получи свой знак отличия. Самое многообещающее вывес коллеги. Тюменский Рубин и нефтекамский Торос встретились в последний раз в нынешнем сезоне в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Об этом матче мы расскажем в завтрашнем выпуске новостей. А на сегодня у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова